Доброе время суток Вот я не слышу вас, да Ну, это мы сейчас поправим Итак, дорогие мои Сегодня мы поговорим о наболевшем И о популярном в этом сезоне моменте Это катание на мотоциклах по Санкт-Петербургу И о том факте, что с мотоцикла, наверное, можно увидеть то, чего не увидишь пешком или на автомобиле Слушаем, Алексея На самом деле прогулки на мотоцикле по центру города, в пригород Они доставляют безумное удовольствие гостям И жителям нашего города То есть это абсолютно другой вид Абсолютно другое ощущение Ощущение свободы, ветра И удовольствие, которое получает человек, прокатившись на мотоцикле Оно не сравнимо ни с чем Также, например, вот по совместительству Я еще инструктор по дайвингу То же самое, например, человек, сделав первый вдох под водой Он его никогда не забудет Точно так же и наши люди, которые катаются с нами на мотоциклах Проехав один раз, возвращаются еще раз, еще раз и еще В коляске или по-разному? Пора Я напомню, что по нашему городу любимому Можно проехать самыми разными способами На трамвае, на троллейбусе На маршрутке, это для мазохистов На речных корабликах Некоторые летают на вертолете прогулочном Когда-то был у нас воздушный шар в районе, по-моему, крейсера Аврора А мотоциклы, дело такое Тут, с одной стороны, все это веселье, фан вроде бы И очень здорово, что можно так в таком формате проехаться С третьей стороны, масса опасностей Когда сажаешь человека, ну, в общем-то, первый раз его видишь Я понимаю, соблазн, человек платит деньги Хочет прокатиться Вам за это дело, ну, вернее, здесь надо как-то, ну, я не знаю Быть психологом первого взгляда, как таксист, что ли То есть, вы понимаете, что вы подсаживаете рецидивиста-бандита И у него оружие Это если вы таксист, и вы это чувствуете Если вы такой умный уже, опытный, да Здесь, наверное, тоже какая-то должна быть чуйка такая Насколько человек вообще Ну, да, прошу, прошу Я могу проводить ваши мысли Смотрите, значит, в любом случае есть некий инструктаж Потому что пассажир, двойка Должен повторять, во-первых, движение пилота Никогда не отклоняться в противоположную сторону Потому что мотоцикл имеет центр тяжести И управление им достаточно тяжело Когда мешают ему Вот При посадке обязательно пилоту дать знать, что ты сидишь сзади Похлопать его по плечу Чтобы он понимал, что ты сзади Вы зачем это мне говорите? А, вот про безопасность Это где-то должно быть написано Это определенное правило Понимание такое, понимаете? Что это безопасность все-таки И когда пилот остановился, ноги не выставлять Не помогать ему удерживать мотоцикл Если ты захочешь выйти Опять ему хлопнуть по плечу Потому что он иначе, он уедет без тебя Если ты выйдешь Вот простые правила Ирина, здравствуйте еще раз Пускай наши слушатели вот услышат наконец Ну, третий раз здравствуйте Так лучше? Слышно? Вообще прекрасно, да Отлично Одевайте наушники Вам будет так комфортнее И так Рассказывайте, с чего все началось Кому пришла идея И как все это начиналось И во что превратилось теперь уже? Началось все три года назад Когда мы познакомились С замечательными ребятами Байкерами И мне, конечно, на день рождения Сразу понадобился новый подарок В качестве покататься Как только меня покатали Леше тоже понадобилось покататься И, в общем, по-моему, в том же году уже, да? Мы... Да, уже, значит, столько времени Быстро время летит И, собственно говоря, мы стали кататься сами уже Практически сразу Леша закончил курсы Я не понял А что послужило толчком? Что-то такое вот... Обычное... Толчком Конечно, толчком послужило там Лет 10 назад Желание сесть на мотоцикл Но не имение такой возможности Так почему? Вы увидели что-то Какого-то красивого мужчину Проезжающего на мотоцикле Или... Нет Изначально я хотела сама кататься Но к тому времени, как уже у меня был мужчина И меня покатали Я поняла, что можно прекрасно совместить Его С его мотоциклом И кататься уже вдвоем Совершенно я не претендовала на личный мотоцикл Ну, это жизнь такая Одинокого... Ну, не одинокого... Двойного в вашем случае Райдера, да? Просто вот лето Мотоцикл И вы где-то там вот Катаетесь Потом я смотрю У вас жилетка Есть какая-то принадлежность Уже к мотоциклу Более серьезная у вас? Нет? Это защитная Это защитная жилетка То есть не ради мотоцикла Понятно, не клубная Не клубная Отлично, хорошо Мы покупали амуниции Чтобы кататься А сама идея Кого-то посадить с собой И еще и деньги с него взять Это как пришло в голову? Хороший вопрос Но я не помню Такие вещи Я перейду, можно? Да, да, да Просто здесь В центре города Достаточно остановиться На красивом мотоцикле Брутальному байкеру Обязательно подходят девчонки Молодые женщины И спрашивают Всегда вы катаете А вы специально очки одели Чтобы сейчас Глаза не светить, да? Александр, вы мою мысль-то вылавливаете Что-то на меня так переключили Вот поэтому Отсюда и рождается все это Мысли на телевизоре Пожалуйста, пожалуйста Смотрите, во-первых Да Наша история с Ириной Началась 4 года назад Первый мотоцикл Который у нас был Это Драгстар Литр 100 В принципе Очень нравилось Просто ездить По ночному городу Помимо этого Также мы очень часто Выезжаем Из-за города И по городам Катаемся То есть в принципе Идея родилась Следующая Да, что Приобрести более удобный Комфортабельный Мотоцикл Люкс Турер И уже на нем Спокойно С комфортом Путешествовать Опять-таки Зачастую мы У нас Из-за того, что Не совпадают Рабочие дни Соответственно А вы еще и работаете? Если так разобраться У меня еще 4 работают Вот Поэтому У нас получается так Что Иногда они совпадают С супругой Поэтому Мы Наверное так и решили Что почему Не воспользоваться Почему не Предложить Такой спектр услуг Вообще Эта штука Как-то Регулируется Законодательством Какие-то Милиционеры Неприятные подходят Или приятные Наоборот Подходят приятные В основном Все У пилота Должен быть Стаж И опыт Да По правилам Стаж пилота Должен быть Не менее 2 лет А стаж на автомобиле Значения не имеет То есть Подходит полицейский Говорит Ваше право Вы показываете Говорите Стаж Больше 2 лет Катать могу Кого хочу И нет никаких претензий Здесь Никакого регуляторного Ничего такого Не работает Документы на мототехнику В нормальном состоянии Как положено Почему конечно нет Ну плюс еще Соответственно Если Рассматривать С точки зрения Юридической И Закона Послушного Гражданина У нас Открыто ЧП Поэтому Как частный Предприниматель Все понятно То есть налоги В казну матушку Идут Ну Да Тогда можно Быть спокойным Ирина Помните Какой нибудь Самый такой Удачный день В вашем бизнесе Когда вы встали В 5 утра Сразу же Человек 20 Набросилось Привезите меня Прокатите Потом какие то Иностранцы бежали Бросались в вас Купюрами 100 долларов Когда Когда мотоциклов Но всех не хватает И бегут в очереди Нет Такого пока не было Но все таки Как то вот Оптимизм же должен Внушаться чем то Вот ты сидишь Сидишь на этом мотоцикле И никто к тебе не подходит И начинает думать Голова Что зачем мне все это Сижу тут как Как дурак Никакого бизнеса Такого что мы сидим С табличкой Как раньше Уныния Какого то нет Сидим катаем И табличка перед нами Такого просто нет Сейчас не те Ну еще и знаете Такие ужасные женщины Очень сильно Излишне загорелые Которые ходят С таким матюгальником У них висит Товарищи Прогулки По рекам и каналам Ну может они Солярии там Реще планируют Допом Я не знаю Ну я к тому Что как заявить О себе Что прогулки На мотоциклах У нас очень У нас очень Нравится Моим друзьям И подругам Делать репосты Рассказывать Как они здорово Покатались И всегда это называлось Сарафанное радио И не было еще Такого человека Которому ты сказал Вау Было так круто Мы допустим Вот там На днях ездили К памятнику Цоя А ты там был Нет Но я хочу И все Это загорается Загорается человек Сразу тоже Потому что Оказывается В нашем же городе Он там Не был там Не был сям И там не знает И об этом забыл И это из вида упустил И можно составить Индивидуальный маршрут 5-10 интереснейших точек Когда Вот сам вот так Вот не возьмешь Там даже мужа за руку И не поедешь На машине Это не то Вообще не то Сел на мотоцикл Поехал компанией Вот это вот то что нужно Ой Взял мужа Сел поехал Слушайте Но все равно Для того чтобы Это как-то шло на потоке Нужен какой-то сайт Какая-то страница в интернете Ну наверное все это есть у вас Я так догадываюсь Как ли вообще люди Заказывают Едут издалека Вы слышали что Вот есть такая услуга Страничка вконтакте У нас есть Планируется страничка В телеграме Я веду инстаграм Но личный Как бы опять таки Вконтакте Это уже общая страничка И у нас есть рабочий чат Если Ребята Кто кого Уже там Друг друга знают И именно Уже не говоря Не говоря речи Что супруги Не супруги Что ребят Кто-то хочет покататься Нам нужно 5 человек И кто в этот день Свободен Те присоединяются Это рабочий чат Мы его не рекламируем В смысле 5 посадочных мест Ну я Вот Андрей Он не катает Он только фото Как тебе это называется Фото-видео Он все остальное Фото-видео оператор Да Он самое главное Это фиксирует Это все дела То есть Нашелся один человек Который готов покатать Пятерых Но он-то физически Покатает только одного Ну да Кидает в чат инфу И кто свободен Тот присоединяется Итак был задан вопрос Что можно такого Увидеть с мотоцикла Как вообще заинтересовать Прохожего Что надо ему проехать Потому что он увидит такое Или под такими углами Под какими он нигде Не увидит в городе Наш город Вот в таком виде Прошу вас Кто скажет Давайте я возьму Давайте Смотрите например Все мы Немножко зашоренные Да То есть Все люди Которые ходят Пешком На машинах Мы просто все Начинаем куда-то Нестись Торопиться Мы не замечаем Того что происходит Вокруг Мы на работе Потому что Утром встал Зубы почистил В машину Поехал на завод Отдыхать Тоже нужно Нужно же Опять таки Мы жители этого города Нужно видеть Эту красоту Нужно ее понимать И когда Человек садится В седло Мотоцикла Да То есть Вторым номером Первым номером Вот То у него Открывается Снимаются Эти шоры И он начинает Видеть со стороны Такие вещи Которых он бы Так не заметил Сидя в машине Посмотреть наверх Увидишь свой потолок А здесь Человек Вы давайте С примерами Ну можно я С примером Конечно Давайте Я вот например С очень большим удовольствием Езжу по Лиговке Да То есть И наблюдаю Именно крыши домов Насколько они Интересные И красивые Я раньше Этого не замечал Когда ты успеваешь А там еще люди ходят Между прочим Люди ходят Да А что делать Тоже экскурсия Ну я не знаю А что такого На Лиговке Можно увидеть Смотрите Можно я Можно я Пожалуйста Смотрите Мотоциклист Это все равно Что кентавр Только вместо копыт У него колеса Ну это Такой статус Вконтакте Можно написать Ты смотришь Куда хочешь Оборачиваешься Куда хочешь Понимаешь Все видно Все пространственно Очень красивая Лепнина Например То что Например То чего Я думал Что вы что-то такое Вот я видела Рвуйся Рвуйся Они с двух сторон Не дают мне сказать Вот необычный Совершенно обычный Перекресток Который знает По-моему Каждый житель Санкт-Петербурга Ну и наверное Почти каждый гость Перекресток Невский проспект И Садовая улица Конечно Но когда мы с Садовой Со стороны Марсового поля Мы выехали по Садовой И на Невский Я такая Боже Какая красота Где это мы Там библиотека Гостиный двор А мы здесь Мы здесь всю жизнь катались Но освещение другое Вот то, о чем я говорила Да Угол зрения другой И падает взгляд на город И такое ощущение Что этот город Видишь первый раз Вот Практически И так получается Практически с каждым Интересным перекрестком В сравнении С автомобилем Например То есть на автомобиле Сто раз ездила Когда-то у меня была мечта Проехать по Невскому На машине Там сначала я проехала Потому что мечта Потом потому что не мечта Потом ехала уже пробки Мне это не интересно И вдруг такой Где я Понимаете То есть я даже не узнала Где я Вот этот самый Знаменитый наш Ну центральный перекресток Практически Совершенно по-другому смотрится Ну вот Наконец-то мы плавно Нащупываем Главную тематику Сегодняшней программы Донести до людей Что с мотоцикла Можно увидеть Петербург Как-то по-другому Ну а Заезжайте Наверное На стрелку Там периодически Так посмотреть Кто поехал Обязательно Конечно И туристам Показываете Проезжая мимо Говорите Вот смотрите Первая растральная колонна Тут ничего нет А вторая растральная колонна Вот здесь Мотоциклисты Тусуются Там не поговоришь Пока едешь Это во-первых Можно сейчас там уже По гарнитуре можно Ну по гарнитуре Опять-таки Неделю назад Наши доблестные сотрудники ГИБДД Повесили Знак Ваши доблестные Или наши Вы так сказали Наши Наши доблестные Сотрудники Городские ГИБДД Повесили опять Значок Стоянка запрещена Алексей Я там был 3-2 дня назад Ничего не было Уже сняли Мотоциклисты Как всегда Мотоциклисты Их не так много Правда Но Все нормально Но тем не менее Хорошая традиция Честно говоря Непонятно Почему полиция гоняет Ну что там такого-то Там вот эти мотоциклисты Все Они все трезвые Ну как правило Там за рулем Не садятся То есть Нормальные ребята Как правило Не бедные Там Не пачкают Не бросают окурки Мне кажется Ну чего пугаться-то Ну это опять-таки Это нас слушают Сейчас в Смольном Ну и опять-таки У первой колонны же Нормально Организовали Танцплощадку Которая танцует Да и у второй Тоже периодически Периодически Когда места не хватает Ну и как бы все Уживались Всем было приятно Хорошо Это было культовое место Они танцуют Мы заезжаем Просто попить кофе Посмотреть Послушать музыку Точно так же Отдохнуть Полюбоваться То есть Получается такая Дискриминация Одно из самых красивых мест Все-таки Ну я то думал Что может быть Можно на мотоцикле Куда-то на мотоцикле Куда-то так подзаехать Кто это Что это Что-то такое Victory Cross Country Tour С ума сойти Слушайте Там вот говорите Да Поближе Слова 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 Это Victory Cross Country Tour Ну это Дорогого стоит Компания Polaris Отделение Victory Вот они в 98-м году Открыли это производство И успешно В 17-м его закрыли Слушайте Но Отработать Такой мотоцикл Поездками Перевозками пассажиров Наверное Можно лет за 300 Да Ежедневной работы Но ведь никто Не ставит Такие цели Мы же Сами получаем Удовольствие От того Что мы Ездим Перемещаемся От того Что мы Видим Опять открываем Что-то новое То есть Вот этот заработок Это не тот заработок Который Если ты не заработал Ты не купил себе Еду И умер Это же бензин Амортизация техники Потом газеты пишут Еще один Скончался И не смог заработать Я напомню Что у нас в гостях Андрей Он же акула Почему-то Ирина Белкина Замечательно И Алексей Водяной Здесь в эфире У нас это Мотопитер Мотопрогулки Объясните В чем акульство Помните Такого писателя О Генри И постановку Фильма Деловые люди Там были два бандита Они ограбили поезд Убегали На двух конях Уже страшно Один конь Сломал ногу Они его застрелили Второй бандит Которого звали акула Застрелил своего друга И взял белого коня Звали его боливар Потому что он сказал Как фразу Помните Боливар двоих не вытащит А я купил свой мотоцикл После долгого Перерыва Катания Сюзюки Боливар Который не вынес Твоих А бандита Звали акула Вот поэтому Акула Боливар Вот сейчас у нас В связи с известными Событиями С усложнениями Выезда за границу И так далее Мне почему-то кажется Что город наполнен Российскими туристами Из каких-то других Регионов Городов Расскажите Во-первых Вообще Как меняется Туристическая Вот это вот Ну состав что ли Туристов И каков он сейчас Ну Санкт-Петербург Открытый город Сейчас правильно Он всегда был Естественно появились Очень много Городских мероприятий Праздников Байкерских фестивалей Например вот Сегодня все прекрасно понимают Что за праздник Аллы Паруса Например Завтра в Пушкине будет Гонка старинных автомобилей Я вас не про это Спрашиваю А про то Что за люди Наполнили город Туристы Из разных Других городов И что они Из себя представляют Которые Просятся к вам Проехаться Прокатиться На самом деле Вы спрашиваете Парень ты откуда А он говорит Я там из Я не знаю Там Новосибирска Или Екатеринбурга Или там из Челябинска И так далее Если раньше люди могли Легко в Турцию уехать Сейчас сложнее Они начинают Осваивать Ну как и все мы Что-то здесь такое Местное Петербург Ну куда еще Круче Как не сюда приехать Правильно? Да Ну честно Как-то мы Импортных Не особо встречаем Но честно говоря К нам даже с Урала Свои приезжают Вот как хотите На самом деле Очень Много Очень много Людей С Москвы Да Приезжают парами Группами Также много ребят Из Пскова Нижнего Новгорода Да То есть С Твери Были ребята Даже С Ямала Немецкого округа То есть Достаточно интересно Пообщаться Даже встретил Один раз Человека Я жил В свое время В Северодвинске 16 лет Человек приехал В Северодвинске Когда я спросил Вы с какого Именно места Он говорит Я жил на Яграх Он говорит Так и я на Яграх Мы как-то так Груза Вы в каком отсеке Служили Что-то таком Да То есть На удивление Что разница У нас в возрасте Оказалось всего Полтора года Поэтому мы могли И пересекаться Слушайте Кстати Мотоцикл Поддерживает Как-то состояние Здоровья На каком-то уровне Таком Вы сказали Что там Товарищ был Который Так вроде как Постарше выглядел Да А выяснилось Что разница Небольшая То есть Те кто ходят Вот на трамвае Ездят Они какие-то И выглядят Как старые Какие-то Такие все А вот те кто На мотоциклах Они такие все Холеные Красивые Как вы и мы Ну У меня просто Случай Поясницу Наверное У всех Прихватывает Не знаю Я еду 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 Попадаю в яму Такой хруст Хо Я думаю Что это с мотоциклом Оказывается Просто позвонки На место встались Я уже с тех пор Лет 5 не болею Поясницу На самом деле Серьезно Серьезно Вы же можете Эту яму Продавать Так ее Закатали Через 2 дня Ее закатали Это прекрасный бизнес У кого болит поясница Попадите в яму Хруст услышите Все нормально Ну ладно Не хотите говорить Как хотите Слушайте С детишками Как быть Наверное Детишки Такой контингент Который просится По крайней мере Мама прокатили Папа На фотосессию И побибикать И знаете что Ручку газа открутить Вот эта фишка Пацаны мелкие Пятилетние Четырехлетние Подходят А можно И откручивать Ручку газа Ну надеюсь На выключенном Мотоцикле Почему Заведенном Они подходят С папой С мамой Подходят Очень смелые Можно Можно А сколько стоит Денис Ручку потрогать 100 рублей Не думайте Что у вас Все что-то стоит Нет Мы ездили В Пушкин День города Пушкина По-моему Был И мы поехали Сами посмотреть Просто Большой компанией И так удачно Мы заехали Остановились В ряд Все мотоциклы Развернулись Мы вызвали фурор Одним вот Приездом И понабежало Вот как раз Как вы говорите Детишек Напялил шлем Сел на мотоцикл Фото Все Мы украсили И что там Организовывал город Я не знаю Но то что Мы приехали Устроили Люди Развлекуху Сами Это было Слушайте А что бывает Плохого От пассажира Бывает Что он Как-нибудь В процессе езды Расковыривает Сидение Или прямо Водителя Или еще Что-нибудь Отвинчивает На ходу Или сигары Прокуривает Да На самом деле Бывали Бывали варианты Например В прошлом году Скажем так Если Повреждения Носят Технический характер Да То есть Именно За счет Там Каблуков Сумок То в этом Это Недосмотр Самого Пилота Был Такой Вариант Что Это было Поздно Вечером И Девушка Видать Сходя С мотоцикла Каблуком Порвала Сидение Обнаружилось Это Только Уже Утром Ну Недосмотр Придется Перешивать Перешили Теперь Мы Более Аккуратны В этом Отношении Помогаем Ножку Поднять Поставить Ножку Перенести Я вас Понимаю Да Ирина А что у вас За талисман Такой с собой Вы принесли Что это у вас За животное Это не первый Талисман Уже Байкеров У вас не слышим Это далеко не первый Талисман По моему он у нас По счету Третий Но это лично мой Началось Как обычно Один Друг наш Купил себе Плюшевого Чудного медведя Одел ему Такую вот Байкерскую Жилетку Нам это так Понравилось Это вот Ну действительно Смотрится Леша Купил себе Был у него Заяц С детства Он ему тоже Одел жилетку Но прикрутил Мы его не можем Принести Заяц Сидит крепко И иногда Даже бывают Такие звонки Лех Мы тебя Видели Что ты промчался Там где-то мимо нас То есть по зайцу Определяют А у зайца Уши прыгают Он спрашивает Ты уверен Что это был именно я Но мало ли Кто мимо промчался Нет там был твой заяц А это соответственно Это соответственно Уже мой Я им обзавидовалась Пусть у меня нет мотоцикла Но пусть у меня будет Хотя бы Сувенир У вас нет мотоцикла? Ну своего личного нет А там заяц У нас есть себе Прикручивать еще Медведя с рядом зайцем Наверное Перебор уже будет Ну да Слушайте А вот этот вот бизнес Покатать туристов Там за копеечку Не знаю Какого размера Секретная информация А это вообще Конкурентный бизнес? Ну не мы одни Есть много народу Наверное Такие умные Катает много народу И на удивление Людям всем хватает места То есть вы дружны Нет такого Что вы заказываете Специальным людям Других людей Что вот этих надо убрать Вот эти 90-е кончились Заказываем друг друга Друг выручай У нас там Клиентов 10 А мотоцикла не хватает Пожалуйста То есть у вас есть Какая-то оперативная Возможность Обменяться Если что Информация Если что Да Слушайте А самые такие Вот самые дни Такие Заработка Это какие? Это как раз Белая ночь Вот сейчас То есть вот сейчас Вы сидите И теряете деньги Получаем удовольствие Образно Но это Есть другое удовольствие Давайте так Тоже Немножко Есть другая тема То есть Например Опять-таки Поскольку Я инструктор по дайвингу У инструктора Есть два счастья Нырять Нырнуть и вынырнуть И не нырять А И не нырять Вот То есть Опять-таки Это Достаточно тяжелая работа Да То есть Но она интересная Точно так же Как и за рулем Да Тяжело Но очень интересно То есть Иногда домой приходишь Не то что там Рук не чувствуешь Ног и всего остального Только бы доползти до кровати Но удовольствие Оно просто На Ну на всем лице нарисовано Да А потом Знают наверное Все это Нырять Да Ты храпел ночью Я не храпел Мне снились мотоциклы Ну бывает Ну да Слушайте А что бы вы посоветовали Какие мотоциклы подходят Для вашей деятельности Оптимально То есть И ломается редко И комфортабельный Большой И красивый Можно выделить Хотя бы примерно Какие то Что то такое Примерно В эти параметры Попадающие Ну Смотрите Конечно Люди Хотят получить Комфорт Да То есть Ну как любой Пассажир Любой клиент Он хочет Комфорта Конечно Люкс Люкс Турер Для него Это оптимально Люкс Турер Это Хода Голд Винг Либо Харлей Дэвидсон Электроглайд И все В принципе Да Но они Отличаются Друг от друга Мотоциклы Да То есть Один Более Скажем так Олдовый Да Второй Более Современный У одного Седения А у другого Седло Вот и все Да Так вот На самом деле Вот эти два Мотоцикла Это конечно Очень предпочтительное Ну Харлей Наверное Еще и ремонтируется Полегче Все Ремонтируется Действительно Полегче Но К сожалению С нынешней ситуации Запчасти Взлетели Выше Выше Даже чем Можно Ну Это на всех Наверное На все Мотоциклы Да Друзья мои У нас время Начинает Завершаться Потихонечку Давайте мы Какое-нибудь Не знаю Пожелание Обращение К жителям Города Мира И Я не знаю К клиентам Мы можем сказать Одну Очень интересную Вещь Что мы сейчас Разрабатываем Эксклюзивное Предложение Также Для туристов Это Кабриолет Тридцать Тридцать Восьмого Года Компании Хорьх То есть Мото Сопровождение На этом автомобиле Ну это можно Прямо Свадьбу катать Можно Можно Свадьбу катать Можно Дни рождения Свадьба Бывает Редко А Мотоэкскорт И такое удовольствие Хоть каждый год Приезжай И катайся Плюс Ко всему У нас На сегодняшний момент Мы Имеем возможность Предоставить клиентам Как автомобиль Хорьк Так и Автомобиль Студебекер 42 года Грузовой Легковой Грузовик Огромный Приезжай На самом деле Ну Ладно Давайте мы Тогда Я-то думал Что-то вы Такое Разрабатываете Совсем Необычное Например Соскальзывание Прыжок На мотоцикле С приземлением На речной Трамвайчик Ну Что-нибудь Такое Что никто Не делал В мире Пассажиры Прямо Нет Мы можем Организовать Прыжок С парашюта С посадки С разного Мотоцикла И прямо В дайвинг Да Хорошо Давайте тогда Раз Собственно Все сказали Давайте мы Пригласим всех К вам В гости Мы приглашаем Всех к нам В гости Жителей города Гостей города Иностранцев Которых мы ждем С нетерпением Потому что им тяжелее До нас сейчас добраться Пускай приезжают Смотрят Не только Белые ночи Август Когда уже Ну Темно в принципе Но Подсветка включается Это отдельное удовольствие Сентябрь Октябрь Когда сезон заканчивается У нас Пока снег не выпадет Пока не выпадет снег Приезжайте Катайтесь Спасибо вам большое Андрей Акула Ирина Белкина Алексей Водяной Были в эфирной студии Спасибо вам Дамы и господа И до новых встреч Спасибо Счастливо До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»